В Страсбурге стартовала сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы по 7. Приоритетная тема – передача замороженных активов России и Украине. Более подробно о повестке дня расскажет наш журналист Олег Борисов. С нами, да? Привет, Олег, слушаем тебя. Приветствую вас, коллеги. Да, здравствуйте. Продолжаем работу. Точнее, даже правильнее сказать, начинаем работу уже в весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Сегодня более такой день, я бы сказал, презентабельный анонс работы на текущую неделю. Что в приоритете, что в приоритете на повестке дня. И, конечно же, традиционно слово взял во время открытия весенней сессии ПАСЕ президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Теодорус Росополус. И, знаете, очень приятно удивило то, что как раз его первые ключевые слова и тезисы были направлены как раз Украине. Непосредственно для Украины, для ее поддержки. Давайте сейчас прямую речь это услышим. Агрессивная война в Украине. Сейчас она нуждается в оружии, которое позволит ей продолжать защищать себя, защищать всех нас и защищать самое фундаментальное право, закрепленное в Европейской Конвенции по правам человека. Право людей на жизнь. Это уже было сказано ранее. Украина ведет эту войну не только за собственную свободу и суверенитет, но и за свободу всех нас. Ну и более подробно, конечно же, сейчас о текущей неделе, о повестке этой недели и, конечно же, о разговорах в комитетах, в комнатах. Поговорим с Алексеем Гончаренко, рядышком с нами уже находится член Украинской делегации Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Рад вас приветствовать. Давайте сейчас о работе внутренней, потому что принятие резолюции – это уже по факту наработки того, о чем говорилось очень много в разных кабинетах. На чем сейчас работаете в целом и работает украинская делегация? Приветствую. Ну, самое главное – это, конечно, те резолюции, которые будут приняты на этой неделе. И сегодня есть очень важные решения комитета юридического, который готовит несколько резолюций на среду, на рассмотрение Ассамблеи. И сегодня юридический комитет принял решение добавить в эту резолюцию несколько очень важных пунктов. Первое – комитет не признает легитимность Путина. Очень важно. Второе – комитет призывает страны, члены Совета Европы, страны-наблюдатели, в их число входит и Соединенные Штаты Америки, и Евросоюз, остановить все контакты с путинским режимом, кроме гуманитарных. Также прошла моя оправка о том, чтобы назвать выборы в России так называемые выборы и признать их несвободными и нечестными. Это тоже важно. Также отдельно принята поправка о признании российской нефтянки законными целями для вооруженных сил Украины. Очень важная тема, потому что мы видим, что на эту тему сегодня много происходит разговоров и сигналов. Ну вот, я бы сказал, наверное, это основное. И самое, наверное, главное – это призыв Ассамблея в среду обратиться, в том числе к Конгрессу США, с тем, чтобы был выделен пакет помощи Украине с призывом, как можно скорее рассмотреть это и принять соответствующее решение. Это ключевая для нас тема. Также готовится доклад на завтра по восстановлению Украины. Там многое, и там и о реестре ущерба, который нанесен Украине, и о компенсационном механизме, и замороженных российских активах. Смотрите, на ПАСЭ нужно смотреть такими глазами. Во-первых, это важный очень механизм коммуникации, платформа кооперации депутатов, политиков европейских, которые интересуются внешней политикой. И здесь вырабатывается мейнстрим. То есть то, как в целом в европейских странах, да, это рекомендации, но на эти рекомендации действительно смотрят, и он задает в целом тон. Но очевиден, что тон – это максимальное давление на Россию сегодня. Вот таким является этот тон и этот мейнстрим. И это важно, это нужно поддерживать. Кроме того, это уникальная возможность общаться с теми людьми, которые, возвращаясь в свои страны, там принимают уже обязательные решения. Потому что все они депутаты парламентов. Основная масса стран здесь – это парламентские демократии. И, соответственно, решения парламентов уже носят обязательный характер. Ну и кроме того, не забываем, что еще одним органом Совета Европы, наряду с парламентской ассамблеей, является Европейский суд по правам человека, который рассматривает целый ряд исков, в том числе Украины против России, и чьи решения, в общем-то, обязательны. Но, опять же, когда мы говорим об обязательности решений, когда мы говорим о Российской Федерации, ну нет такого органа ни одного в мире, чьи решения являются для них обязательными. Они плевали на все международные правила, нормы, и пока они с этим живут. Безусловно, это их все догонит, но сегодня они живут так. Поэтому эти решения не имеют эффекта здесь и сейчас, знаете, моментально что-то произошло. Но это все та стена, которая, в конце концов, должна уже этого преступника со всех сторон окружить и остановить то, что они творят. Если говорить об возобновлении Украины, для всех очевидно, и господин Русополус сегодня с трибуны Совета Европы также сказал о том, что нужно поддержать Украину. Мы видим российскую агрессию против Украины. Но возникает вопрос, почему так долго тянется вопрос передачи замороженных активов России Украине на возобновление, если, с одной стороны, все все понимают, но что является тем камнем, который этот процесс затормаживает? Вообще, если мы говорим о том, почему то, что делает Россия, к сожалению, в какой-то мере, можно сказать, толерируется, или, в общем, нет той реакции, которую мы бы хотели, главное, это, конечно, ядерное оружие. Это объективная реальность. Когда мы говорим об активах, здесь еще, конечно, есть юридический аспект. В принципе, это достаточно беспрецедентное решение будет. Мы видим, как постепенно к нему приближаются. Есть решение уже, чтобы проценты, которые формируются этими активами, ушли в пользу Украины, на оружие для Украины. То есть это такими маленькими шагами приближается западный мир к тому, чтобы принять это решение. Но опять очевидно, повторюсь, за всем этим, вот за такой особой ролью России в мире стоит только одно. Это то, что у России есть ядерная бомба. И на это оглядываются все. Поэтому, когда Иран атакует Израиль, там поднимаются самолеты американские, британские, французские и орданские, и останавливают это, когда Россия атакует Украину, мы максимум, что мы можем надеяться, это получить от них оружие, которым будем сами это сбивать. Ну а историю про российскую ракету, которая залетела на 40 секунд в воздушное пространство Польши, мы тоже все помним. Это, к сожалению, все следствие одного, того, что Россия является ядерным государством. Но это переломать как-то возможно в целом, в перспективе? Я считаю, что это вообще огромный вызов для Украины. Я вижу выхода только два из этого. Ну, в перспективе идеально это денуклеаризация России, безусловно, и лишить ее ядерного оружия. Но это может произойти только после обвала России как государства, это мы тоже с вами понимаем. Поэтому для Украины я вижу два выхода. Либо стать членом блока, у которого есть ядерное оружие, и это ставит нас сразу в одинаковое положение, либо восстанавливать свой собственный ядерный статус. Украина была ядерным государством. Мы отдали свое ядерное оружие. Что мы получили взамен? Бумажки, которые, как оказалось, ни на что не влияют. Поэтому, если нас не берут в НАТО, если это не произойдет, тогда у Украины есть только один выход из счета. Восстанавливать ядерное оружие, становиться ядерным государством, и тогда уже разговаривать на равных. В целом, сейчас рычаги давления на Российскую Федерацию еще существуют, в силу того, что более 15 тысяч ограничений уже внедрено против России. Санкции продолжаются. Также изоляция России как на информационном, так и на политическом уровне в том числе. Какие еще есть рычаги, реально влиятельные, чтобы надавить на Путина? Потому что, как показывает практика, его агрессивное поведение только усиливается по отношению особенно к городам Харьков, Запорожье, Днепр. Дело в том, что если не остановить Путина, оно усилится по отношению к городам Стокгольм, Варшава, Берлин и прочие города. Поэтому это нужно хорошо понимать. И сегодня главный рычаг – это оружие. Мы находимся в войне. В войне все решает сила. Это уже не тот случай, когда кого-то словами можно в чем-то убедить. Сила, оружие. Поэтому очень важно, что то же самое ПАСЭ призывает к военной помощи Украине. Это важно. И через этот рычаг мы должны действовать. Огромное вам спасибо. Сил вам в этой рабочей неделе. С Алексеем Гончаренко общались только что на полях ПАСЭ. Это народный депутат Украины, член украинской делегации ПАСЭ. И, что немаловажно, также добавить, что завтра, во вторник, 16 апреля, здесь будут встречать Руслана Стефанчука, главу Верховной Рады Украины. Уже анонсировано его выступление перед членами Совета Европы. 46 представителей будет. Также, в свою очередь, здесь анонсирован, кстати, вот на этих полях, мы на этом месте стоим, будет общий брифинг президента ПАСЭ Теодора Русополуса и главы Верховной Рады Руслана Стефанчука. Главная тема – это возобновление Украины и передача замороженных активов Российской Федерации Украине. Еще, что немаловажно, и очень, знаете, так приятно, особенно для украинской делегации. Резолюция, которая будет завтра голосоваться по возобновлению Украины, в ней нет ни единого украинского представителя, потому что она инициирована нашими партнерами западными. Это говорит о многом. Это ломает полностью нарратив о том, что российская... Нарратив Российской Федерации о том, что международные партнеры устали от Украины и не хотят ее поддерживать. Нет, они поддерживают ее. И вот завтрашнее событие будет очередным доказательством этого. Ну а мы же продолжаем работать здесь, на полях ПАСЭ в Страсбурге, в Франции. Продолжение следует...